Первый вопрос, который был рассмотрен на оперативном совещании в администрации, информация о проведенных по проектам генерального плана и правил землепользования и застройки территории городского округа публичных слушаний. Они проходили у нас с 12 ноября по 30 ноября включительно. В каждом населенном пункте городского поселения Щелково были проведены публичные слушания. Также в каждом центральном населенном пункте были проведены публичные слушания в выходной день, чтобы люди могли побольше прийти и принять участие в публичных слушаниях. По результатам публичных слушаний составлено 170 протоколов, в том числе два протокола по обращениям, поступившим через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Все обращения, поступившие во время проведения публичных слушаний, направлены в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. В конце января создана согласительная комиссия для урегулирования разногласий по проекту генплана, которая будет работать три месяца, до 28 апреля. Второй вопрос, рассмотренный на совещании, о работе в феврале этого года Центра управления Щелково. Приведенная статистика по поступившим обращениям граждан свидетельствует о том, что их количество по сравнению с январем, в котором было много выходных дней, увеличилось несущественно на 16% по новым обращениям, на 2% по отложенным и на 9% по повторным. Была приведена статистика по целому ряду направлений, и в том числе по обращениям на состояние многоквартирных домах. По проблематике МКД стало чуть меньше, так что в процентном соотношении даже на 3% видно, но я это связываю с тем, что ушли проблемы отопления в большинстве своих. Следующий слайд, пожалуйста. Вот хотелось бы нашу головную боль повторное обращение, как бы проговорить лишний раз, здесь небольшая есть динамика, небольшие изменения. Если вот в январе месяце можно было увидеть три основных категории, собственно, это по снегу, по МКД и по дворам открытые люки, то сейчас в феврале у нас картина немножко другая. По тем направлениям, которые были в январе, количество повторов снижается, собственно говоря, но возникли, так сказать, повторные обращения по другим категориям, по дорогам, в частности, по мусорам. На совещании была представлена статистика, которая говорит о том, что в феврале появилось больше обращений от жителей по ямочному ремонту на дорогах и уборке территорий во дворах. Эти данные глава городского округа Сергей Горелов предложил сотрудникам активнее использовать в своей работе. Вот эту презентацию направьте, пожалуйста, в общий чат заместителям и начальникам и руководителям отделов и территориальных подразделений, чтобы они отработали, совместно посмотрели, где и на что необходимо сделать упор. На совещании с информацией о работе государственных учреждений здравоохранения выступил директор Щелковской областной больницы Дмитрий Логинов. Он отметил, что в Щелкове сейчас ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом не установлено. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.